всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы ответить на еще один такой довольно часто задаваемый вопрос особенно теме кто только-только погружается в скажем так вселенную logic pro самый простой вопрос как быстро средствами logic сделать ping pong delay очень частый вопрос последнее время особенно задают я думаю что это связано с тем что естественно музыканты любят этот эффект когда такой стерео дела и слева справа мы все к этому привыкли но когда начинаешь пользоваться встроенным в logic встроенную logic плагинами иногда бывает сложно понять вообще где найти этот эффект и на самом деле первый ответ у меня два на этот вопрос вот первый самый простой уже многие кто даже пользовался лоджиком месяц сразу поймут ответ это конечно же стерео дела и то есть он так называется стерео дела и не даром потому что у нас есть возможность отдельно настраивать повтор для левого канала и для правого канала причем здесь у меня используется стерео сэмпл но даже есть вас дорожка в моно вы всегда можете загрузить этот плагин в режиме монету стерео то есть стерео дилей у вас когда создам будет принимать моно сигнал на вход то есть одинаковые влево вправо и как бы дублировать внутри плагина и выдавать уже на выходе стерео сигнал где у вас сухой сигнал то есть исходный будет просто дублирован левый правый канал а вот уже сами дела и будут подмешиваться в нужной пропорции вот с помощью этих слайдеров уже в левый вправо канал независимо то есть сами дела и будут разные а вот сигнал будет дублироваться в левую вправо это если у вас моно сигнал здесь меня на самом деле дал моно сигнал то есть у меня сам здесь вокальный сэмпл он естественно монофонически но просто сохранен как стерео файл то есть мы видим здесь у нас левая часть и правая абсолютно идентичны эти кстати послушаем вот и соответственно я включаю этот дилей и вот даже по умолчанию у нас уже в принципе работает ping pong delay потому что у нас слева стоит задержка 1 4 а справа стоит 1 8 и соответственно у нас сперва происходит повтор справа потом слева и не так чередуют друг друга в зависимости от собственно фидбэка то есть чем больше фидбэк тем больше повторов будет и здесь в этом удобство этого плагина в том что здесь независимый левый правый канал где можно отдельную фильтрацию делать для левого канала для правого то есть для повторов делать разные подмешивания то есть вы можете сделать так что у вас пример в левом канале в исходящем сигнале будет больше дилея чем исходного сигнала вправо наоборот будет больше сухого сигнала чем дилея ну то есть это уже конечно эксперименты то есть я не могу сказать что вам всем понадобится это в каждодневной практике но иногда бывают вот такие моменты что это может пригодиться где-то никаких не клавишных партиях синтезаторных партиях и так далее то есть благодаря этому можно использовать разные создавать точнее разные текстуры это кстати очень хорошо такой прием вот таких вот стерео дилеев работы с каким-то перкуссионными лупами вы можете попробовать загрузить любой все луп которым не так много эффекта элементов и как и добавить такую как перчинку вот такие повторы которые просто разнообразит ритм такой полиаритмию создадут то есть тоже очень частый прием использования ping pong делать не только вот классический прием что повторы просто слева справа отражаются здесь конечно же есть пресеты дуал вот все что с пометкой долл как раз тот самый ping pong вот можем посмотреть ту же 1 8 здесь у нас еще включен фильтр чем можно всегда поменять для поставить одну четвертую и здесь например одну вторую и в таком случае у нас измерение происходит по минимальному значению здесь вот у меня такие настройки стоят это значит что ping pong delay у нас четвертями то есть через один у нас будет прыгать лево-право потому что разница здесь как в четверть между ними если меня здесь восьмая стоит а здесь четверть то это уже восьмыми если у меня здесь восьмые а здесь например стоит шестнадцатые тоже шестнадцатыми то есть меня сперва будет повтор слева потом справа и так далее то есть таким образом у нас происходит вот это самое ping pong delay но есть еще один вариант друзья вы давно просили нас и мы это сделали самое выгодное предложение специально для вас представляем вам пожизненный доступ к базе курсов школы logic pro help причем как уже вышедшим курсом так и к тем который появится в будущем как это работает спросите вы все очень просто вы приобретаете определенное количество курса кредитов 30 50 или сразу 100 зафиксированную сумму а потом по запросу обменивайте их на интересующий вас курс мы в ту же секунду пришлем вам выбранный курс из нашей коллекции а доступ к нему останется у вас пожизненно при этом вы сами решаете в каком порядке и в каком количестве запрашивать курсы вы можете сразу запросить все что уже было выпущено школы logic pro help на данный момент а можете запрашивать порционно оставляя часть кредитов на будущие курсы все максимально гибко вы смотрите изучаете только то что вас интересует при этом вы фиксируете за собой самую выгодную цену в перерасчете на один курс кстати пожизненный доступ можно также приобрести в рассрочку переходите по ссылке в описании и узнайте подробнее как это работает а также узнайте о подарках которые ждут каждого купившего пожизненный доступ не откладывайте обучение на потом начните прямо сейчас то есть это такой самый очевидный самый понятный но есть не совсем очевидный но уже такой более продвинутый и для многих кто о нем не задумывался он может быть полезен в том числе и с точки зрения экспериментов для этого можно использовать я например очень люблю делай ты делай от logic но дело в том что если вы просто загрузить то он абсолютно монофонический даже в режиме стерео он просто берет весь стерео сигнал и генерирует стерео как бы delay то есть для обоих лево-право канал одновременно то есть нету возможности делать независимо чтобы один повтор был слева другой справа потому что ну по сути выход здесь такой монофонический можно сказать но мы не забываем что лоджики у нас есть возможность переключать delay ну вообще любой плагин на стерео дорожки в режим dual моно что это значит то есть у нас для левого и для правого канала нашего нашей дорожки подключается разный плагин то есть разная настройка выбранного плагина в левом я могу поставить допустим четверть а в правом я могу поставить восьмую у меня получается слева справа уже разные значения и по сути мы получаем то же самое что было у нас в серию дела и только там у нас было все в одном как бы окне а здесь нам нужно вот так вот здесь переключаться но это меньшее из скажем так неудобства на самом деле открывается большие возможности потому что у тейп дилея очень много дополнительных возможностей по собственно воссоздание вот этой пленочи вот этого пленочного эффекта за счет плавающего питчу повторов плюс здесь можно сделать разные фильтрацию для разных настроек плагина допустим можно также ну джо и совет оставлять на сто процентов чтобы у вас исходный сигнал не терялся а вот в этом можно тоже в разные пропорции подмешивать для правого канала для левого канала фидбэк можно разные тоже делать ну то есть очень много дополнительных возможностей открывается именно в режиме вот таком стерео но еще должен заметить кому вдруг понадобится что вы можете так настроить вот здесь в общей настройке что вы можете включиться в медсайд ну это бывает конечно редко когда нужно но вдруг вам понадобится в каком-то тоже синтезаторе где у вас в среднем канале звучат например какой-нибудь один звук а в стерео канале звучит какой-нибудь там не знаю от звука вы хотите именно к стерео каналу применить допустим дилей вы тогда можете здесь разделить на мид сайт выбрать мид например здесь убрать вообще делай а у сайды как раз сделать дилей для сайт канала но это актуально именно для стерео сигналов то есть опять же есть возможность для экспериментов но давайте вернемся к классическому стерео режиму здесь восстановим настройки и посмотрим как звучит сейчас у нас получается ping pong delay будет восьмыми потому что здесь у меня выбрана минимальное значение 1 восьмая здесь одна четвертая и они соответственно будут друг друга повторять давайте посмотрим вот сейчас у меня слева больше стоит фидбэк давайте поставим побольше справа потому что здесь одна восьмая на быстрее скажем так угасает поэтому я рекомендую у меньших значений ставить больший фидбэк чтобы он так быстро не угасал нежели вот эти более длинные повторы вот сейчас они примерно одинаково угасают слева справа по длительности слева у нас 57 процентов справа у нас 80 то есть на почти 30 процентов больше приходится ставить но опять же это все экспериментальным путем устанавливается тут ничего высчитывать не надо естественно также можно поэкспериментировать но за счет вот этого эффекта пленки создается очень классный такой можно сказать красивый дела эффект плюс можно опять же фильтровать то есть можно прям его сделать таким более электронным скажем так этот дилей добавим еще больше фидбэка этот фильтрация очень классно слушается когда звук становится с каждым повтором все более зафильтрованным и зафильтрованным давайте попробуем более длить длинные значение поставить 1 2 и 1 4 то нас пинг-понг будет соответственно четвертями из лево вправо вот и таким образом можно сделать пинг-понг дилей но уже такой очень кастомизированный то есть это не просто пинг-понг дилей а уже такой можно сказать вы лезете под капот и каждый повтор для левой части сигнала для левого канала и для правого вы делаете независимо с максимально независимой обработкой то есть вы можете обработать вообще по-разному сделать разную фильтрацию сделать разную модуляцию как за счет который этот пленочный эффект воссоздается можете сделать разное подмешивание для левого правого канала то есть это очень удобная фишка вот именно с режимом dual моно и те кто еще не пробовал я рекомендую попробовать и конечно же это можно не только для дилеев использовать но вот пример пинг-понг дилея про который часто спрашивают очень наглядный и пример как использовать dual моно режим на практике то что ж надеюсь я ответил на вопросы касаемо пинг-понг дилея штатными средствами logic если у вас остались какие-то вопросы обязательно пишите в комментариях также не забудьте вступить в наш telegram чат ссылка будет в описании мы там собственно общаемся на подобные вопросы обмениваемся опытом так что если у вас есть какие-то интересные вопросы обязательно их присылайте в чат также можете меня везде в соц сетях найти мне писать то что я мне интересно с какими сложностями сталкиваются новые пользователи logic да и не только новые поэтому обращайтесь я буду с удовольствием записывать такие видео ответы для вас поэтому пишите в комментариях может что-то еще вам непонятно всегда рад буду помочь и конечно же подписывайтесь на наш канал logic pro help здесь уже довольно многое выложено видео по лоджику и не только и они будут выходить довольно регулярно поэтому welcome если что-то не видели обязательно посмотрите здесь довольно много тем полезных уже разобрано и конечно же следите за новостями ну а с вами был дмитрий урсул всем успехов в творчестве всем пока и и и и и и